Всем большой привет, дорогие зрители! И я рада вас приветствовать в своем новом видео. В этой небольшой серии из трех видео мы откроем в огромный мир арабской культуры. А именно, арабских праздников и что можно продавать на стоках из арабской культуры. Но это я начала издалека. Если говорить конкретнее, то в этом видео мы нарисуем уже реалистичный объект. И это видео будет началом моего курса «Стоковый иллюстратор. Блок 7». Я решила продолжить блоки, потому что мне это помогает обучаться. И если это кому-то интересно из моих подписчиков, то есть более подробное, более точное обучение, или просто смотреть, как лично я работаю, то добро пожаловать! Итак, на своем канале я уже с вами вместе нарисовала мечеть. Мы нарисовали надписи. То есть, в принципе, мы уже начали. И я думаю, уже по ходу, скажем так, дела понятно, что будет дальше. То есть просто будут увеличиваться объекты и размножаться симиляры. А здесь я вам покажу, скажем так, парочку симиляров, которые я уже создала, благодаря тем объектам, которые у меня есть. И дополнил мою коллекцию «Куран», которую я уже нарисовала не в схематической схеме, а в 3D. И благодаря 3D-объекту, почему мне нравится рисовать 3D-объекты? Потому что они сразу же картинку делают более интересной. Ну, лично для меня. То есть плоский стиль хорошо, его быстро можно рисовать. А 3D-объект, если он один на картинке есть, это выглядит очень-очень здорово. Ну, по крайней мере, для меня я просто так привыкла. Мне, допустим, очень нравится, когда смешиваются 2D и 3D. То есть 2D что-то написано, что-то нарисовано. И тут же 3D делает картинку объемной. Вот. Собственно, это мой последний симиляр. Как бы не единственный. Просто я вам показала, что примерно мы будем, собственно, рассматривать на курсе. Сейчас в данном трех, получается, трех видео. Три видео будет урок. И мы нарисуем вот этот вот Куран с четками. Естественно, все это будет очень символично подходить под тему ислам. Я взяла тему ислам не для того, чтобы... Точнее, не потому, что там я ее советую или пропагандирую. Нет, абсолютно нет. Я решила пойти по принципу взять одну какую-то тему и разобрать ее с разных сторон, нарисовать разными стилями и обхватить, скажем так, максимально широко именно одну какую-то тематику. Раньше я шла наоборот. Да, я брала разные-разные темы, ориентируясь на какую-то одну технику. То есть какую-то одну технику я рисовала разные темы. Сейчас я хочу продолжить свой стоковый иллюстратор немножко под другим углом. То есть я одну какую-то тему, а весь блок буду рисовать разными стилями. То есть около 10 будет уроков, где мы будем рисовать разные объекты. То есть здесь будут и 3D, и 2D. То есть ориентируйтесь на то, что за весь этот блок вы на самом деле освоите гораздо больше. То есть за этот блок вы сможете освоить как эффекты 2D, так и эффекты 3D. Мне кажется, это очень здорово. И если вам это интересно, то переходите по ссылке внизу в описании. Ну а сейчас мы приступим уже к нарисованию, скажем так, к первой части нарисования нашего Курана. И если вам интересно, то оставайтесь со мной и приятного просмотра. Итак, всем большой привет. И давайте кисти уберем, во-первых, с прошлого видео. Нарисуем новый 3D-шный объект. Итак, для этого нам понадобится... Нет, не звезда. Рисуем сначала кривую. Ctrl-C, Ctrl-F. Зеркальное трансформирование. Я, скажем так, буду продолжать серию Ислама. Не потому что я как-то пропагандирую Ислам, советую Ислам. Ни в коем случае нет. Просто, чтобы мне сейчас тренироваться именно техниками, да, именно возвращаться к рисованию. В общем, чтобы не думать лишний раз над темой, да, я просто буду использовать сейчас одну и ту же тему. Мне так проще. Ну и действительно, если вы хотите просто так же тренироваться сейчас, то тоже выберите себе какую-нибудь одну тему и, скажем так, углубляйтесь именно в нее. Итак, я думаю, в принципе, уже понятно, что я собираюсь рисовать. Да, мы будем сегодня рисовать Куран. Соответственно, потренируемся с 3D-эффектами и так далее. Я сейчас рисую вид спереди. То есть, получается, фронтальный вид спереди, подставки под книжку, да, и саму книжку. Соединяем. Не хочет он так у меня соединять. И соединяем. Итак, рисуем изгиб страниц, чтобы это просто было красиво. Мы будем использовать вытягивание из скос. Поэтому он просто вытянет нам по тому вот этому вот узору, который мы здесь сейчас и нарисуем. А потом уже дополнительно мы будем, скажем так, вспомогательно рисовать все остальное. Книжку можно нарисовать на самом деле только одну часть. и сделать зеркальное, ну, зеркальную трансформацию, зеркальное отражение. Давайте отрежем. Не отрезалось. Разрезаем по точкам. Вот, выделяем. Удаляем. Здесь ставим ноль. Скругленные углы. Ну, и примерно граница будет вот такая вот. Это у нас обложка. Обложку сделаем тоненькой. Здесь делаем толще. Сами странички. Это чтобы мне было понятнее, чего я вообще делаю. Нарисуем корешок самой книги. Давайте возьмем обычную резинку. Я зажимаю Alt. Получается, я удаляю квадратиком. Удаляем сейчас. Это будет корень моей книги. Не знаю, насколько он должен быть у меня большой. Давайте мы все сейчас поставим по центру. Все как бы центрируем. Ну, собственно, кроме книжки, да, она не получится ее отцентрировать никак. Все. Всего остального мы добьемся с помощью градиента в постобработке. Ставим зеркальное отражение. И уже руками соединяем странички. Такая у нас получается история. Поставку, честно говоря, я... Так вот, насколько помню, да, это просто такая вот складная книжечка. Здесь... Ну, давайте поставим. Да, что-нибудь такое. 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 Убираем в сторону предварительный результат. Может быть, подставка слишком толстая. Допустим, вот так вот. Группируем саму книгу. Ну, и давайте экспериментировать. Получается, у меня это... Соединим в единую группу, чтобы она у меня вместе деформировалась. И заходим в вытягивание скос. Так, у меня тут нету... Ага. Мне надо, чтобы вот эти вот странички, да, они были полые. То есть, как вот подставка у меня полая. То есть, закрытая. Также мне надо, чтобы и странички были полые. Поэтому давайте нажмем пока что «Отмену». Берем нашу книжку. Разгруппировываем. Соединим и закроем. Вот. Теперь это у нас закрытый объект. И у нас остается две маленькие части. Корешок нашей книжки. Давайте, допустим, сделаем его желтым. Границу уберем. И получается... Мне необходимо отрезать именно мою обложку. Ее мы тоже сейчас сделаем другим цветом. Это просто для вида. И вот эту часть мы отзеркаливаем. И вот эту часть мы отзеркаливаем. Удаляем. Сделаем пару страничек вот такие вот. И вот эту часть мы отзеркаливаем. Это будет 3 дня. И вот. И вот эту часть мы отзеркаливаем. И вот это надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Для этого смотрим, что дает цвет крайней вот этой вот части А, или это мы уже потом сделаем в пост обработки Ну и собственно, да, у нас странички Они тоже окрашены Выделяем их и придаем точно такой же цвет Только делаем их как водку и форму придаем нашим страничкам Так, в данном видео это все И в следующем уже продолжим обработку Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии